Когда мы говорим о обменном процессе, мы говорим очень маленькую толику того, что есть. И когда мы говорим о роли Виктора Владимировича Медведчука, то поверьте, мне, наверное, не стоило бы мне и рассказывать. Все знают, все четко понимают, давайте так, чтобы не выглядели мы не скромно, я как представитель украинского выбора. Но ведь в этих 404 душах, вы еще забыли, Шевченко 2014 год, которого освобождали душах, это, безусловно, работал Виктор Владимирович Медведчук. Это была его стратегия, как политика и как дипломат. Потому что сейчас на себя берут, что это дипломатический успех, что это, я против Городченко ничего не имею. Но я думаю, что там очень много работы есть у нас здесь, а не встречать, когда Виктор Владимирович привозит людей, или когда 150 человек за одну ночь вывозит. Сколько бы там ни говорили рубаны, сколько бы ни говорили корпуса офицерские, четко надо всегда видеть, знать и понимать. Что за вопросом освобождения удержанных лиц, давайте так, кстати, эта терминология употреблена впервые Виктором Владимировичем Медведчуком. Удержанных лиц. Это, так сказать, объединенное такое слово, да? Унифицированное слово, оно и относится и к затрима, заручниками, плененными и т.д. Удержанных лиц. Ну, понимаете, это ведь только отсветка того, что делается в Минске. Вы же понимаете, за вопросом удержанных лиц стоит вопрос разведения сил. Поверьте, сто процентов. За этим встает вопрос, чтобы менять людей, удержанных людей, что с нашей стороны, что с их, нам надо принимать законы, в том числе законы, предусматривающие амнистировать людей. Там же не просто так вывозят туда, а вывозят, амнистируют и вывозят. Те тоже, если есть проговор, они говорят, да, и вывозят. И тогда меняется. Поэтому говорит о том, что, ну, я вам скажу честно, некоторые вот заявляют, ну, как вам сказать, с точки зрения права, ну, это такой дилетантизм и непонимание, что процесс, как говорит Виктор Иванович, он требует тишины возврата. Вот требует тишины, никакого крика. И вы как обратили внимание, третий год работает, ну, два года, ну, третий год работает, работает тихо, а люди возвращаются. Вот в чем сила. И вот в этом видит миссия, что бы там ни происходило, но в основе всего человек, его здоровье. Вот эта форума, которая заложена Медведчуком, она срабатывает, но она, с другой стороны, действует как бык на красный для некоторых, для наших представителей партии войны, для наших не другого, с точки зрения идеологии. Они под любой момент, типа там Левусы и прочие, они что-то, все они видят в этом сепаратизм. К сожалению, к сожалению, но мы должны сказать, ну, непонятное, нет, наверное, понятное поведение спикера парламента, который имеет тенденцию злоупотреблять своим правым доступом к микропонам и нести такую, так сказать, информацию, я не хотел бы сказать, ересь. Ну, примерно где-то так. В отношении роли Медведчука, в отношении сепаратизма, в отношении того, что содружество с русским народом или понимание дружбы с православным русским народом, с христианами, это уже, по сути, желание с ними дружить с народом. Я не говорю, кто там стоит у руля, это уже сепаратист. Вы же понимаете, мы же были свидетелями того, когда это шел крестный ход. Ну и последнее, когда мы говорим о том, как это, 404 человека, вы обратили внимание? Никто не говорит механизмы, как это делается. И еще мне, насколько это приятно информировать, наши сограждане, никто никогда, ни при каких обстоятельствах, не обвинил ни украинский выбор, ни тем более его лидера о том, что занимаясь освобождением удерживаемых лиц, где-то блестела монета. Что мы видим в некоторых других. Помните, некоторые там, проставляясь генералами, давали себе, ну, самозванцы, да, мы их называли реморами, давая себе звание генерал-полковника сам себе, так просто вечером. Я вам что скажу в отношении Виктора Владимировича, можно только поражаться его выдержке, так, и радоваться ее мудрости. И восторгаться ее мудрости. Потому что, знаете, сколько против него, и это надо признать, сколько против него, мы видим, работает аппарату идеологического характера. Это же точно. Вы же посмотрите, начиная с поджога офиса, начиная с грабежа и разбоя на офис. Дальше, поджога и сожжение жилища. Хорошо, что там просто случайно, что там никого не было. Я имею в виду, что лично, лично, Виктор Владимирович, это же за этим что стоит? А вы посмотрите, какие элементы морального террора предпринимаются в отношении его. А он стоял, стоит и стоять будет на своей платформе. Единение Украины. Шить Украину, как он выражается. И красиво у него есть выражение. Пора строить мосты поперек северного Донца, а не вдоль его. Как некуда расстроить стену. Я думаю, что Виктор Владимирович не только прав, а его дело правое. И все будет нормально. Продолжение следует...